В Приднестровском государственном театре репетируют осеннюю премьеру, чеховскую пьесу «Иванов». Главную роль сыграет Дмитрий Ахмадеев, главный режиссер театра. С репетиции Аня Кучеренко. На сцене драмтеатра чеховская пьеса «Иванов», но по сути это «Иванов в палате номер 6». Это оригинальная задумка главного режиссера. Как вы догадались, совместить современную больницу и все, что происходит в пьесе по сценарию? Откуда ты знаешь? Провидица, вот видишь, ты же тоже догадалась. Вот как-то и я догадался. Все на самом деле очень просто, с одной стороны, да, потому что оно лежит, идея лежала на поверхности. Есть переклички со многими другими пьесами, со многими его рассказами, прямо текстовые. Это не больница прям такая вот в чистом виде, например, или еще что-то. Это достаточно афористично все, аллегорично. Те листики, в любом случае, Антон Павлович Чехов. Режиссер объяснил, Чехов был врачом и своих героев рассматривал с точки зрения психологии. Поэтому в пьесе много врачей и нетипичных декораций. Сейчас на этих кубах и треугольниках заводская пленка. Под ней прозрачное глянцевое стекло. Такого рода театральные конструкции максимально погружают зрителя в стерильную атмосферу палат. Главные герои проживут всю пьесу в больнице под присмотром врачей. Кого вы играете? Я, собственно говоря, самого Иванова. И пытаюсь сейчас актерски воплотить в сценическую жизнь. У него кризис. У него кризис и возраста, и жизни, и места. То, в чем живет достаточно большое количество людей на сегодняшний день. А это жена Иванова Анна Петровна. Несчастная, больная, чахоткой женщина. На всю пьесу словно уговаривает мужа полюбить ее заново. Когда мы играем роль, мы, естественно, что мы вживаемся. И уже кажется, что мой образ – это я лично. Но на самом деле мне кажется, что я совершенно другой человек. А она какой человек? Она очень сильно предана, очень отрекается от себя. Я бы не смогла, наверное, от себя отречься ради. Чтобы выучить и прожить на сцене такую непростую роль, актриса Ирина Серикова выписала все свои реплики в тетрадку. Говорит, так проще запоминается. Посмотрите, вся тетрадь, она вся исписана от руки в словах вашей героини. Сначала я по пьесе работаю с режиссером, когда он уже идет в выморке пьесы, в выморке роли. И когда мы уже утвердились с ним, что я буду говорить и как я буду работать, я уже пишу тогда, когда я уже понимаю смысл. Роль разлучницы молодой красотки Шурочки исполнит Валерия Соколова. Когда у Николая угасли чувства к жене, он полюбил молодую соседку. А она влюбилась в него. По-настоящему трепетной девичьей любовью. Я просто полюбила человека, я никого не уводила. Я вот так за руку никого не брала и не уводила. Так исторически сложилось. Шурочка – это такой же прообраз его жены, просто более молодой. Она легкая, она веселая, она пытается наслаждаться жизнью. Она хочет души, полета, любви. И, к сожалению, ей хочется, ей это хочется, а вокруг нее общество, которое хочет присесть, прилечь. Актеры попросили не раскрывать всех режиссерских задумок. А директор театра кое в чем признался. Поступило предложение от Министерства культуры Российской Федерации нашему театру поучаствовать в проекте «Русский сезон». Наш театр, во-первых, является членом Ассоциации русских театров за рубежом. Выезжаем мы периодически на театральные конференции, выезжаем совместно с госслужбой на культурные конференции. Очень рассчитываем и даже где-то заручились какими-то предварительными договоренностями, что после постановки и премьеры этого спектакля вполне возможно, что для театра Аронецкой откроется еще один проект, который называется «Большие гастроли». Это гастроли по Российской Федерации. А приднестровские зрители премьеру увидят в конце месяца. Аня Кучеренко, Данила Кузьменко, ТСВ.